Да что ты свою камеру достал? А ты что расселся? Шмотки собирай быстрее! Нам нужно торопиться, пока не опоздали! Куда торопиться? Что случилось? Ты что, новости не смотришь? Какие новости? Вообще поехавшие уже, что ли? По всем новостям рассказывают про дом! Какой дом? Дом миллионера, ё-моё! Смотри новости! Новости-то смотреть надо! Срочные новости для всех подписчиков нашего секретного канала с новостями! По стопудовой информации в районе Пермского края под воду ушел дом одного крупного миллионера! Сейчас местные жители ныряют под воду в надежде достать оттуда ценные вещи, такие как Гуччи, Луи Виттон, Армани! Но больше всего местных жителей интересуют айфоны! Но хорошо, что этот дом удастся отыскать не всем, так как он находится на воде, поэтому, чтобы его найти, необходим катер! Инфосотка! Понял, да? Чё ты стоишь как изумлённый, дурак что ли? Что за инфосотка? Что за новости-то такие? Да ты чё, тупой, опять не веришь? Забыл вот этот видеоролик! В прошлый раз инфосотка подтвердилась! Ваня, скажи ему, блин! Я не знаю, что сказать! Чё ты не знаешь? Инфосотка, значит инфосотка! Значит, надо нырять! Надо нырять! Ну, сначала надо этот дом найти! Там внутри айфоны! Ребята, кому какой айфон достать в этом самом... Ты представь, сколько всего там в этом доме миллионеров! Он затонул! Если мы не поторопимся, его тупо разнесут ещё до нас! Так что нужно быстрее собирать экспедицию и гнать туда! Нам, короче, экспедицию надо собирать, как можно скорее! Какую экспедицию? Я не знаю, что нам понадобится! Может быть, вот это понадобится! Вот это понадобится! Вот это и это и это! Она сказала там по новостям, что катер нужен! Да-да-да-да-да! У меня есть катер! Вот, смотри! Надувная лодка с веслами! Да пока ты её накачивать будешь, пока ты доплывёшь, местные жители уже всё оттуда заберут! Это не подойдёт вообще! Нужен скоростной катер? Да! Быстрый скоростной катер! У меня есть одна идея! Я знаю одного человека, у которого есть катер! А ещё, ребята, дома на воде! Дома в небе! Дома где угодно! Всё это можно построить вместе со мной! На моём новом сервере в Майнкрафте! Который я сделаю для своих подписчиков! И, кстати говоря, мы сделали полноценный игровой канал! Поэтому, если вы любите игры и хотите вместе их играть вместе со мной! Общаться, дружить и далее! По ссылочке в описании подписывайтесь обязательно на мой игровой канал! А сейчас я должен набрать одного человечка и порешать с ним вопрос! По поводу того, даст он мне катер или нет! Да-да-да-да-да! Да! Да! Ладно, понял! Давай быстрее! Он очень занятой человек! Но я точно намучу катер! Сто пудово я намучу катер! Ну вот, как я и говорил! Намутили катер! Вадик, одолжил! Врать не буду! Я-я-я! Спасибо! Пожалуйста! Прям-то придётся, наверное, делиться с ним, да? Ладно! Решим этот вопрос! Слушай, Вадик, ты же больше плавал! Расскажи, куда плык-то! Да, да я думаю, вон туда, на юг ещё вот берём курс юг и едем всё прямо! И точно найдём, всё нормально, всё под контролем! Ладно! Сразу только больше давай! Хорошо! Плетёмся, мы так до завтра будем ехать! Во! Вот это другой разговор! Во! Нормально! Надеюсь, найдём! Во! Видал, да? Мощно-мощно вводим флаг! Мощно! Вон, я вижу что-то странное! Ты видишь? Где? Ты о чём? Да вон там! Да ни черта не вижу! Ну, я тоже не вижу! Вон, где-то там! Ну, ладно, я попробую туда! Я же говорю, курс держим, всё туда, всё нормально, всё под контролем, всё окей! Откуда ты знаешь-то? Ну, я вижу тоже! Там ничего нет, вы гоните! Надо приблизить! Вон, я вижу его! Да ну! Затонувший дом? Да! Серьёзно? Да! Офигеть! Ну, хорошо, держу курс! В натуре, да! Там есть затонувший дом! Ага! Ты только это, слышишь? Меня-то за дурака не держи, окей? Что? Что, я тебе яхту дал? Ну! Ну! Доля моя, значит, тоже! Что? Доля моя, говорю! Что, я не слышу за это! Доля, говорю моя! Не слышу ничего! Да ты прислушайся! Ага! Тысяча чертей! Это же реально затонувший дом миллионер! Держим, держим курс! Вперёд! Офигеть! Я такое впервые в своей жизни вижу! Офигеть! Осталась только крыша! Офигеть! Это всё по новостям получается! Всё правду говорят! Вот так канал у меня с новостями! Офигеть! Уже второй раз не обманули! Офигеть! Офигеть! Ну да, понятно, почему теперь оттуда не смогли ничего достать! Он полностью затонул! Но там, если верить новостям, куча, куча всякого этого... Дорогого смачья и всего остального! Это же дом миллионера! Да, Вадим Швак? Да, да! Я поверить своим глазам не могу! Как это произошло? Что здесь случилось? Офигеть! Эй! Ты что, баран совсем, что ли? Ты катером управлять умеешь, нет? Откуда меня управлять катером? Я только вот ведрами управлять умею! На камни-то ты зачем наехал? Наплыл, в смысле? Ну и наплыл! И что, нельзя на камни наезжать? Ты дно хочешь мне продырявить? А, а то до меня увеличивается уже потихоньку! Да чью хочется? Я что-то сломал, что ли? В смысле? Ну сейчас ещё не сломал, Еще чуть постоим, еще сломаем, значит. Слушай, давай нормально, короче, слезаем и идем исследовать затонувший дом миллионера. Я не знаю насчет доли. У меня тут даже прожектор есть. Ага. Пойдем. Идем. Да. Слушай, тросы какие-то натянутые. Да, тросы подозрительные очень. Смотри, прям к дому привязаны. Так это местные его привязали. В смысле? Ну, чтобы дом глубже-то не уплыл уже совсем, наверняка. И вот местные привязали тросами. Все, чтобы хорошо все удержалось. Ладно, пойдемте посмотрим, как это могло произойти. Ну и что тут непонятного? Вот тебе фундамент, вот тебе дом. Фундамент осыпался. И все, и дом туда ушел. Реально же, смотри. Это все было фундаментом, получается, таким вот каменистым. Офигеть. И дом под водой. Считай, в натуре, с той стороны-то он полностью ушел. А здесь вроде бы как еще войти можно. Ага, заплыть. Ну да, только плыть придется, получается. Что туда попасть. А это что такое? Лавка, телевизор. Что, уже выносят потихоньку оттуда. Телек оттуда вынесли? Конечно, оттуда, видишь. Дом-то рушится, все надо забирать. Как это называется? Мародеры. А. Во. И самое ценное, это самое вот там. В дальних комнатах надо туда идти. Так то есть мы тоже мародеры? Я уверен в это. А? То есть мы тоже мародеры? Нет. Мы исследуем. Короче, стоять, что тут булки мять? Я раздеваюсь и идем туда внутрь плыть. А что туда плыть-то зачем? Какой смысл-то в этом? Ты что, больной, ты сам сказал, что в дальних комнатах все самое ценное. Так ты посмотри, как дом стоит. Он перевернулся немножко туда. Соответственно, все ценное из него уже вышло на это, наружу. То есть магнитом можно достать, мне кажется. А что нет? Ты что несешь? Какой магнит? Надо брать дайверский костюм и конкретно туда заплывать и искать. Потому что полдома-то под водой. Я больше ставку делаю на магнит. Не знаю. Сейчас я все-таки туда сплаваю и посмотрю, что там к чему. Вот видишь тут кучу веток. Это первый и самый важный признак. То, что здесь был оползень. То есть дом стоял, скорее всего, там. И он просто скатился сюда вниз. Кто оползень? Оползень. Что оползень? Был. Кто был оползнем? Короче, я так понял, вы вдвоем с Вадим Шлаком с Экло. Просто испугались, да? Нет. Ага, конечно. Ну все, я сейчас беру вот прям так. Беру вплавь. И тогда доля-то моя. Все, что найду, то мое. Нет. В плане нет. Вы с Вадим Шлаком как минимум договаривались. Короче, сейчас я раздеваюсь и иду на разведку. Вия. Ну. Тебе, если страшно, ты можешь не идти туда. Я тебя не заставляю. С чего ты решил, что мне страшно? Ну, как бы, блин. Ну, это. Ты что, я тупой. Я просто зажил воду, проверил. Голодно, нет. Тапки еще с тебя, сто рублей. С моего корабля взял, сто рублей заплатил. Да, блин, они не моего размера, ничего платить не буду. Маленькие они мне. Надел же. Я их натянул. Короче, все. Иду туда. В этот самый. Дон миллионера затонувший. Ё-моё. Так там плыть придется. А ты что думал? Я думал дойду. Блин. Так-то вода, знаете ли, не это. Не парное молоко. Я не дойду. А может дойду, не знаю. Ты не провалишь там? Да, тут повсюду. Тут еще какое-то, блин, включение подводное теплое. И вот это я. Ой, как глубоко. Ладно, все, поплыл. Фу, тут все склизкое. Фу, как тут воняет все. Жесть, ребята. Это что, очко? Фу. Это что, очко в натуре, что ли? Там самое ценное, говорят. Да пошли. Да я оттуда понесла. Блин. Да не, это не очко. Там туда спускаться зачем-то надо. Здесь поручни. Выгребать. Для кого выгребать? То самое. Да не, не воняет. Ну как, мы воняет, но не так сильно, как воняло бы, если бы это было очко. Это, скорее всего, какой-то погреб или что-то такое. Пойдемте дальше. Что здесь бензин, блин? Откуда он тянет? Нет, слушай, отсюда откуда-то идет. Мне кажется. Странно. Странно. Реально нефтяные разводы. Очень странная фигня какая-то. Блин, мне реально страхово в каждую эту дырку заглядывать, ребят. Офигеть. Жесть. Так стрёмно эта дверь открывается и закрывается. Паутина тут же. Блин, реально страшно. А давно этот дом-то затонул? А давно, да. Как новости-то недавно вышли. Значит, недавно. Клоун, а? Блин, реально, ребята, страхово вообще. А, вот еще одно очко. Значит, это все-таки не очко. Действительно, какой-то погреб или что-то такое. Видимо, в подвале самое ценное. И бензин-то, походу, оттуда выливается. Реально, походу, в подвале. То ли бензиновый склад какой-то, то ли что. Ладно, идем дальше. Так. Смотрите, там уже все наросло. Там столько насекомых. Это просто жесть. Разбитое окно. Видимо, местные расстроились от того, что не смогли туда пасть. Ну и вот, видно. Видно, блин, то, что вторая часть дома затоплена полностью. То есть во вторую половину не пройти. Но, в принципе, здесь что нет ни черта ценно. Здесь только давить, нырять надо. Ё-моё, как страхово-то, а? Это место настолько жуткое, что даже ядовитые кобры скидывают в себя чешую и оставляют ее на поверхность. Это измененная тоже? Да, почему не видишь? Вот. Смотри, вон поры даже есть такие. Жесть. О, все, поскинула. Дальше пошла. Точнее, ушла. Думаю, что очень страшно. Ладно. Идем дальше. Блин, да там темень тьмущая. Ого, это шкаф! О, офигеть, какая-то штора. Какая-то печка. Это печь! И вон там проход. Ого, какой-то ящик. Судя по всему, это ящик с электричеством. Да. Вон розетки. Вон ящик. Блин. Так, это опасно, если что. О, стрекоза сдохла. Блин, надо проверить. Вдруг в ящике что-то есть ценное. Вообще страхово, ребята. Ух ты, ё-моё. Ого. Не знаю, может быть там на дне что-то и лежит, но это просто жесть какая-то. Я думаю, надо туда. Вон там есть двери, но мне стопудово туда ну туда. Я просто не пройду без снаряжения. Ну вот, Discovery началось. В мире животных называется. Вия. Вия. Кать-вия. Что за все каналы-то про Вия начинаются, а? Что он там своей попой виляет, а? Вот здесь у входа какое-то ведро. Надеюсь, это ночное. Походу, бензин-то из него льется. Нет, не сказал бы. Водяные разводы от бензина по всуду. Так, что здесь написано? Х-ИДС. Х-ИДС. Что здесь написано, ребята? Что значит ИДС? Так, еще одна дверь. Она такого зеленого цвета, как и те предыдущие. Соответственно, я думаю, что здесь просто будет еще один спуск. Фу. Ну и жесть. Переключатель электричества здесь имеется. На предыдущих двух не было. Да уж. Ну да, вон лампа. Значит, здесь было когда-то электричество. Здесь не видно ничего. Прям в эту жижу наступил. В няшу. Тут тоже ничего не видно. Видно шторы. А, сколько там мошкары. Это теперь их дом, судя по всему. Жесть. Получается, уровень воды был вообще посюда. Нам повезло, что он еще немножко отошел. Уровень воды. Вот эта комната более-менее живая. Ну там, видно. Что-то, ну я не могу, кстати, глазами отбелить. Но если вам видно, следующая комната или что-то такое. Блин, ну это жесть, ребята. Просто жесть. А я, если честно, ожидал вообще не такого, когда слушал эти новости про доношен дом миллионера. Я не думал, что все настолько плохо. Видно, что это да, когда дачный дом такой не у всех есть. И довольно большой. Может быть сейчас кажется, что он маленький. Но он довольно-таки большой, реально. Так, и вот здесь видно канаты. Вот, получается, это вот, канаты-то свежие. Они намного свежее, чем вот этот весь дом, стопудово. Они прям свежат, потому что, скорее всего, вот недавно, когда новости прошли, скорее всего, вот недавно их местные жители и повесили. Ну что, видно же, да, очкует. Уже бы давным-давно зашел бы в дом, если бы не очковал, правильно, и все там разведал. Ну, полчаса уже ходит. Да, он вокруг да около ходит. Уже залез бы туда 10 раз и достал бы все оттуда. А я ему сразу сказал, все находки лежат с той стороны. Все самое ценное там. Нет смысла лезть туда. Да, наклон-то в ту сторону, поэтому и все куда упало. Полнитная рыбалка, все решается. Давит, давит, что выдумал, блин. Ходит вокруг, около, и все, и ничего. И даже, даже ничего, по-любому там, даже бы увидел, что-то осматривает. Какой смысл? Никого там нету. С левой стороны там просто не подойти, там нет ничего. А вот справа, ух ты, блин, какое сильное волнение началось. И, кстати говоря, это волнение отражается на целостности дома. Да-да-да, казалось бы, что тут все окей. Здесь все очень ветка и шатка. И от каждой такой волны, вероятность того, что дом разрушится, намного выше. Я всегда еще очень аккуратно ступаю, потому что это может быть чертовски опасно. Ну что, Вия, нашел что-нибудь? Ну, если честно, мне кажется, что действительно большинство вещей, они скатились на дно. Или разбросаны где-то в округе. Но или самое ценное, оно прям затоплено. Между прочим, там есть еще чердак. А вы знаете, чем славятся чердаки миллионеров? Да, Вадим Шлаг? Да, чем? Я не помню. Вот, посмотри ролик свой. Вот тут? Да. О, нифига себе. Там у тебя на чердаке, ой-ой-ой, что было? Там все нормально. Даже не думает, смотри. Что, сидел? Так, Вия, что делать-то будем? Я не знаю, если честно, мне страховало туда внутрь заходить. Так заходить-то надо, потому что там стопудово же что-то ценное есть. Ну да. Но мне бы какое-нибудь снаряжение, дом наполовину затоплен, а то и больше. То есть даже если там что-то есть, я не смогу это взять, не увидев это без маски, без подводного снаряжения. Тогда местные алкаши, тем более, этого бы не могли сделать. Забрать оттуда что-нибудь. Так понятно, да. Значит, точно там есть всякие шмотки. Может быть, нам поможет подводный дрон? Он же у нас с клешнёй. Мы сможем оттуда выносить всякое интересное. Ну или реально воспользоваться версией Вадима Шлага. Напишите, что лучше, подводным дроном или поисковым магнитом? Кидать вокруг, может, что-то найдём или воспользоваться поисковым дроном. Ну, или на край, знаете, если что-то крупное мы найдём с поисковым дроном, то я заплыву туда с помощью своего дайверского снаряжения, но у меня сейчас его с собой нету. И тогда уже посмотрим, что там такого может быть любопытного. Короче, ребят, позади меня реально находится подтверждение тем новостям, которые я нашёл на закрытом канале. И поэтому ставьте лайки за то, что мы уже его нашли. И если вы хотите это продолжение, то давайте наберём 15 тысяч лайков всего лишь. Я знаю, вы можете столько легко набрать, я вас уверен. И напишите в комментариях, чем лучше здесь дальше продолжить поиск. С помощью магнита или с помощью дрона и дайвинга? Напишите, каких комментариев будет больше, так мы и поступим. Но только в том случае, если вы наберёте 15 тысяч лайков. Потому что я вам показал, что здание очень веткое и в очень критическом состоянии находится. Это натуральный экстрим и опасность. Так что вы ни в коем случае не пытайтесь даже повторять подобного. Но я профессионал и ради вас я готов буду отправиться внутрь, чтобы найти там что-то ценное, интересное. И возможно поделиться этим вместе с вами. Ну а с вами был я, Витя Штаб Смылов и Лежавия. И я замёрз. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok